Сорвавшееся в 2022 году мирное соглашение между Россией и Украиной может стать основой для новых переговоров. Но нет никаких признаков того, что Киев готов к таким переговорам, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу 12 апреля. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия и Украина были близки к заключению соглашения о прекращении военных действий на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года. Но это соглашение было сорвано. В своем выступлении в четверг Путин вновь поднял эту тему и заявил, что он открыт для переговоров, но с учетом новых реалий. Это возможно только в форме диалога, готовность к диалогу, готовность к переговорам была вчера подтверждена президентом. Была вчера подтверждена. Как правило, переговоры все равно опираются на что-то. Говорилось, что в том числе это можно опираться на том и на иной опираться и на тот документ. Но, естественно, с тех пор за два года просто произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. Но в то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров. Любые поиски урегулирования политико-дипломатические, они могут зиждеться только на переговорах. Президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам. Ну и, как вы, наверное, отметили, вчера именно говорилось так же и акцентировалось, что, конечно, какие-то попытки проводить форумы в поисках урегулирования без участия России, они вряд ли, их можно считать рациональными и потенциально способными на результат.